Добрый день, с вами Хватмар, мы продолжаем проходить игру Stronghold, приступаем к третьей миссии, истребление волков, то есть я так понимаю, истребление будет безоговорочное и окончательное. Вам придется потренировать в стрельбе наших новобранцев. Волки обитают в соседнем графстве, найдите их логово и уничтожьте тут либо мы, либо они. Найдите какой-нибудь холм и закрепитесь на его вершине, построив нормандский замок. Это место патрулирует герцог Деппюс по прозвищу Крыса. Его шпионы ни в коем случае не должны вас выследить, против него нам пока не устоять. И если встретите эту крысу, оставьте его мне. Постройте нормандский замок и укрепите его, добавив несколько башен. Начните производство луков и тренировки лучников, чтобы уничтожить разгулявшихся волков. Ну что ж, сейчас миссия уже довольно-таки серьезная, ну хотя тоже не очень, потому что все идет по нарастающей. Сейчас уже нам дают возможность уже именно нанимать боевых юнитов. Вот как раз в казармах они добираются, прошу прощения. Но игра непростая, тут в принципе необходимый определенный нюанс соблюдать. Вот как раз как минимум нам нужно мастерскую стрельника еще строить, чтобы создавались луки. А вот и башни, то есть приставная такая платформа к нашему чистоколу. Хорошо? Хорошо. Разместите ваш замок, Милон. Собственно такая карта, давайте на нее посмотрим сверху. Хорошо. Ну здесь мы видим волчьего денья, так сказать. Ну в смысле не персонажа, который волк зовется по прозвищу. А вот именно четыряногих, которых мы будем убивать. И, собственно... Послание от вашего писаря. Нужно действовать быстрее. Эти волки просто повсюду. Ты прав. И, собственно, вот. Нам как будто предлагают возвести наш замок именно на этой площадке. То есть на возвышение, на берегу реки. А с одной стороны какие-то холмы. Ну... Прямо-таки я не знаю, как... Это самое. Ну, давайте. Начинается строительство. Постройте амбар, сэр. Да, конечно, строим, строим. Те-те-те-ре-те-те. Нам древо очень нужно будет. Да. Кстати говоря... Так, луки-то у нас хоть есть? Нет, ни одного лука нету. Хорошо. И нам нужно... Нужно дерево. К сожалению, не хватает. Ладно. Сколько у нас еще осталось рабочих? Довольно-таки много, да? Давайте еще одну избушку для питания. Воткнем ее сюда. Она у нас будет приманкой. Мы будем подманивать на нее бегающую волчатку. Посмотрим, что у нас удаться сделать. В принципе, планирую обнести все это действие, да, как всегда, чистоколом. Может быть, поставлю одну хижину. Возможно, нет. Хотя нет, наверное, придется, чтобы было больше работников, чтобы можно было стрельников делать. Так. Из обработки у нас только до сих пор амбар. То есть, в принципе, ничего больше пока что. Но я думаю, в дальнейшем у нас появится больше возможностей. И вот мы видим деревянная казарма. К сожалению, казарму на холм мы поместить не сможем. Мы ее поставим также за пределами. Да. Начнем потихонечку выстраивать. Вон уже идут первые наши... Запасы провизии убывают, мой лог. Первые наши поступления. Давай, неси быстрее. Опять играет музыка. Все хорошо. Не хватает. У нас только один. Сейчас. Нужно дерево. Нужно больше дерева. Да, надо будет строить хижину. Сейчас мы ее воткнем. Хижина у нас будет под защитой. Как нет? Конечно, под защитой. Нужно дерево. Не хватает, к сожалению. Главное... Нам главное не забывать, что нужно строить также еще и... Так, так, так. Волки нападают, милорд! Ну да. А они такие. Они нападальщики. Давай быстрее. Давай быстрее. Не стоит. Еще не хватало проиграть. В таком простом месте. Как они там воют. Ну? Не хватает. Сейчас хватит. Сейчас сюда поставим еще одного мастера стрельника. И будем строгать в два раза быстрее. У нас уже есть один лук. Все равно этого мало. Не хватает дерева, милорд. Ну давай. Собачья твоя рожа. Как тебе не стыдно. К сожалению, нет. Крадется к зобыче. Интересное место у него для того, чтобы краситься к зобыче. Не находите? Здесь у нас будут врата. Через них будут люди попадать к нам. Так. Волки нападают, милорд! Да. Все верно. Все верно. О, не понял. Так, исправили недочет. Нужно, чтобы цена была все-таки целостная. Иначе, иначе, сами понимаете. Давайте, давайте, работайте потихонечку, потихонечку. Придется еще одного лесопильщика напрягать. Давай. Ну вот. Если бы у нас не было лесопилок, я бы смог одну построить. А сейчас... Нужно дерево. Она лимитная. Кстати, сколько стоит? Немного не хватает. Давай во вход иди, дурак. Что ты делаешь? Ненормальный. Ну что ж, пора нанимать уже бойцов невидимого фронта. Сколько у нас луков? А, блин. Оружие. Три. Трех лучников могу уже нанять. Тем более, у нас уже есть куда их строить, в принципе. Сейчас мы поставим наш... Так сказать, место сбора. Нужно больше дерева. И поставим потом барбакан вот сюда. Сэр, появились люди для пюса. Нельзя позволить им выдать наше местоположение. То есть, уже появились? Нужно дерево. Идем в ваши препятствия. Не хватает оружия, сэр. Какие будут указания? Ну, трое. С тремя, я думаю, мы справимся. Да. Одно плохо, то, что врата вон так будут стоять. Не очень. Идем в ваших препятствиях. Мы идем. Отщите, уродов. Хорошее создание. А? Готовься! Нормаааа. Нужно дерево. Идем в ваших препятствиях. Лучники готовы. Мы уже в пути. Да какой врата? Послание от вашего писателя. Волки идут, сэр! Ну и вот, теперь еще и волки идут. Просто замечательно. Комбинация просто шедеврная. Она и деревня, лорд. Сколько у вас на пусть здоровья? Совсем чуть-чуть? Милорд. Целься! Да. Хорошо. Какие будут указать? Целься точнее. Готовься. Приготовить стрелы. Целься. Давайте, давайте. Идите работайте. Так. Идем в ваших приказах. Мы сюда. Ты идем. Товарищи. Да? Мы идем. Хорошо. Ну что ж, в принципе, мини-замок мы построили. Нам сейчас необходимо будет его немножечко укреплять. Как мы знаем, крыс может вернуться. Если он вернется, вернется... Все деревья вырубили. Вот уроды. Ну ничего, я думаю, мы будем готовы. Немножечко не так вышло, как хотелось бы. Как вы видите, врата немного вытянуты. Выдвинуты. Хотелось бы, конечно, чтобы они строились здесь. Ну что ж. Нет дерева, Вилор. Наши мастера-стрельники ждут. Филипп Яблочко. Хорошее имя. Кстати, у нас население, оно, как вы видите, упало. Вот. Было небольшое стечение обстоятельств. Абсолютно нелепое. Но это временно. Сейчас будет все хорошо. Главное, что с провизией все хорошо. Запасы провизии убывают, мой лорд. Наш золотой запас стабильный. Запасы провизии убывают, мой лорд. Пусть лучше растет золото. Оно нам необходимо. То, что лучники, они нанимаются, но не за бесплатно. Как вы видите, содержание одного бойца с зеленым луком стоит 12 золотых. А это деньги. Что-то я не понял. Не могу поставить. Так вот. А, давайте подумаем. Нужно дерево. Нужно строить башню. Нужно строить башню. Нужно строить башню. Вот, ненавижу повороты. Блин, не в ту сторону повернул. Вот. Закрю брешь. Хорошо. Так, здесь не поставить. Зато можно поставить здесь. Так и сделаем. Ах ты ж, ядрит тебя налево. Проклятие. Это плохо. Ладно, тогда сделаем немножечко подальше. Это как раз... Да что же вы... Нет, вы посмотрите, какое нахальство, а. Ну и ладно. Зря только тут устраивало, блин. Непонятные дела. Фух. Ну, пока что у нас все хорошо. Ждем ваших приказов. Три рабочие свободно. Лучники готовы. Которых мы поднимем на данный... Вы уже в пути. Барбакан. О, Барбакан, прошу прощения. Барбакан уже здесь. А здесь у нас не что иное, как простая башенка. Башенка. Да. Сюда поставим башенку. Хорошо. Вот так. Так будет красивей. Нанимаем еще. Не хватает оружия, сэр. Мой лук к вашим услугам. Сейчас самое главное просто их разместить на наших башнях, и все будет all right. Да, потрое. Милор, уже идем. Дерева у нас достаточно, мяса у нас тоже достаточно. У нас всего достаточно. Полное, так сказать, погружение. Да. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Идите сюда. Мы идем. К сожалению, нельзя вот на эту площадку поставить ни одного из лучников. К сожалению. Не знаю, чем это связано, но это так. Кстати, да. Собирается, собирается, идет на работу. Угу. Все нормально. Сейчас посмотрим. А, нет. Никуда не могу уже, да? К сожалению. Ладно, он у нас будет производить свои луки вот здесь. Почему нет? Вот так. Нормально. Пускай делают больше луков, а там у нас еще тем более есть пара безработных. Нам всегда будет кого нанять. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Тебя, Деркла, поднимем. А ты пойдешь сюда. Мы уже в пути. Луков нет. И есть зато башенки. Будем размещать на башенке. А? Уже идем. Еще один. Хорошо. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Ты пойдешь сюда. И ты пойдешь сюда. Мой лук с вашим услугом. Что удивительно, мне кажется, небольшая недоработка, то, что все наши войска, они пищу не кушают. Пища только тратится на содержание именно людей. И войска здесь не отображаются. То есть, по идее, 16 человек, да? Как вы видите, их уже не 16. Уже больше. Послание от вашего писаря. Волки идут, сэр! О, зря вы идете. Кстати говоря, в принципе, балков можно было бы отрезать до поры до времени. То, что у них есть всего два брода. Вот здесь и здесь. Соответственно, если бы вы здесь поставили стены, тогда они не смогли бы нам ничего сделать. Ну и соответственно, сами понимаете. сами понимаете, что мы так не поступили бы, потому что это неправильно. Ну, имеется в виду с волками. Ну и вот так, в принципе. То есть, тоже защищенное такое место. Пускай. Так, у нас еще есть можно нанять пару лучников. Как раз два лука. Милорд? Видите, да. Нельзя поднять, к сожалению. Я бы поднял. Пойдете на врата. Врата это такое место, где нужно иметь избыточное количество стрелковых. То, что, например, здесь всего лишь 200 единиц здоровья у них. А это очень мало. То, что чистаков. Это, конечно, красиво. Но на деле они нихрена чистакову не защищают. Соответственно, ждем ваших приказов. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Мы уже в пути. Соответственно, это очень плохо помогает защите. Так, это так. Так. Я думаю... Идет на работу. Я тебя тоже уволю. Прошу тебя меня извинить. Здесь я лучше поставлю парочку. Да. поставлю парочку стоячих мест. Тем более, все равно у меня есть кого туда поставить. Ну, в смысле, кто у нас занимается снабжением. Так что, все нормально. Уже идем. Иди сюда. Можно, конечно, помещать больше количества на данной вот площадочке. То есть, больше, чем трое. Но, по идее, там вообще может находиться один человек. Ну, или два. Максимум. А я и так уже как-то много их туда накладываю. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Так, иди сюда. Ну что ж, в принципе, что у нас? С волками мы еще не избавились? Мой лук к вашим услугам. Так, смогу по ним попасть? Цель все точнее. Да. Будем ускорять наше победное движение. Вот. Выстрелил один и начали стрелять все остальные. Замечательно. Это так беспалево ходит тут. Все просто замечательно. То, что деревья сдвинулись, это, конечно же, не очень хорошо. Так что тоже перенесем наши избушки. Леса у нас, в принципе, хватает. О, нарублено уже. Так что да, так сделаем. Почему нет? У тебя тебя мы сюда поставим. Все нормально. Не хватает рекордов, сэр. Даже так. Милорд? Так, тебя куда поставить? Тебя поднимем. Подожди. Какие будут указания? Ты пойдешь сюда. Ждем в ваших приказах. Мы уже в пути. Да? уже идем. Лучники готовы. Ну, это тоже сюда куда-нибудь идем. Почему нет? Все очень-таки даже хорошо. В принципе, забавно разглядит. Послание от вашего писания. Волки идут, сэр! Ну, что ж, печально, что они идут. Разбирайтесь. Ну, вот. войск у нас дофигища. Ждем ваших приказов. Даже победа? Я думаю, больше придет. Имеется ввиду... Мы победили, сэр! Вот ты пыса. О, новая картинка, меня она больше радует. Шареное мясо. Фрукты. Странно. Перцы? Хм... Если честно, это очень странно. Я сомневаюсь, что в те времена перец... Хотя, кто знает, может, был, в принципе, может быть, может быть. Сыр, лук, чеснок. Да. Вот так вот раньше первого знать. Ну, что ж, миссия была немного интереснее, то, что мы все-таки строили боевые юниты, и нам почему-то дали нормально развиться. Это для меня удивительно, насколько я помню. А хотя, может быть, просто я затягивал именно данную игру, именно данную миссию, поэтому там приходило все больше и больше крысиных лучников, и поэтому мне было немножечко туговато. Поэтому я там настраивал, как вы видели, дофига стрелков, которых понаставил на башне. Причем башни... У башен был приоритет именно на угол с этой стороны. Так сказать, справа. Ну, этого, в принципе, было излишко. Разведчиков было всего двое или трое. мы их убили, больше никого не было. Ну, да ладно. Миссию главное, что мы прошли, без больших потерь. С вами был Хватмар, спасибо за просмотр, всего доброго. Хорошо, что эти крысиные шпионы прожили недостаточно долго, чтобы доложить о нас, но боюсь, что их скоро хватится. И да, как вы видите, в принципе, да, последняя нейтральная земля здесь. И мы будем с крысой. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова